всем привет с вами терл и мы сегодня продолжим и возможно же закончим наше приключение по играм посвященным животным всячески мы с вами прошлись по всей вселенной shelter заглянули в игру миадов онлайн мультиплеер совсем чуть-чуть и я думаю сейчас мы еще разочек то заглянем вот попробуем разобраться все-таки это тогда прилетел к это орел и нас полностью выбил из себя на вот собственно как бы теперь я думаю может быть там добавилась какая-то атрибутика посвященной shelter 3 я сама shelter 3 к сожалению мне совсем не не понравилось но что ж поделаешь и у меня есть еще парочка игр которые возможно отчасти вдохновлялись shelter а возможно нет заодно и заценим не зря же их блин покупал одну на прошлый день даже уже бесплатно раздавали в epi game story черт подери так и если что хотелось посмотреть какого черта у меня интернет так загружен судя по диспетчер задач понятно это надо прекратить я считаю торренты а и торренты в 2021 веке же еще он не прекращает нашему сказала прекратить а он не прекращает все как-то видим прекращает мы слишком медленно а мне скорость нужно для стрима ну вроде стало поспокойней поэтому погнали медов в первую очередь на дальше уже что хватит сил энергии и главное времени так еще было бы неплохо игру как бы захватывает нам я думаю захватывается по умолчанию так мы тексту мы больше не будем стримить очевидно поэтому можно спокойно поменять нами отдав так европа 20 игроки 47 миллисекунд небольшое обновление а ведь не было видимо посвященного вот это вообще типа пустой сервак мы правда пин конечно большой вообще сайт только в европе что ли играют люди в азии странно типа это означает ли это что всего 2526 людей играет в эту игру в данный момент на а ну-ка на зайти в steam а блин нет как как-то с чарты можно смотреть стима нет это не на странице в магазине делается наверное нет а центр сообщества наверно 200 в групповом чате статистика таблица лидеров то ачивки не ясно но как-то вроде новость вроде я видел люди смотрят прям в стиме стату но видимо нет все таки надо какой-то там steam db или прочее видимо да так ой все сворачиваем всем черту матери давайте пойдем на пустой сервак вот 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 так вот я хочу пойти на пустой сервак чтоб комиссис никто не пролетел что хотя бы ну попробовал разобраться чё к чему в этой игре мне уже даже ачивку какую-то дали 10 new hidden stats 3 new achievements окей так барсучонок а почему барсучонок может я могу а вот народ вот так барсук жесть смотрите как можно будет так размер 2 почему раз реально размера так а у меня смущает то что если нажму alt enter ни черта не будет да так эмоции можно выбрать видимо бэджер можно назвать а можно назвать барсука так настройки можем не на полный экран пожалуйста во весь экран применить да надеюсь у вас на стриме ничего не обломилась по этому поводу так далеко высоко максимальный фпс в управлении вас да вот это я понимаю то что shelter 3 конечно так бег левый shift прыжок пробел чутье и со средней кнопкой мыши видимо автоматически идти автоматически пишите р пикирование взлет радар окей как перестать что такое коллекция это идет о том что мы собрали барсук так еще раз посмотри на барсука так как раз и не знаю как их открыть но видимо я и и размеры возможно у меня время сырного барсук 00 почему ведь мы же играли за барсука прошлый раз может на этом сервере так можно за рысь поиграть за маленькую рысь можно поиграть а за кого же могут играть люди у которых а голоса за кого же могут играть люди которые не имеют ни одной игры shelter потому что это вот я выбираю чей на взрослую рысь маленькую рысь барсука потому что у меня есть шелтеры куплены для медвежонок тоже павс собственно класса за кого еще можно я больше никого не вижу честно ну типа вот и я купил только игру медов а роща 1 роща 2 а можно комната и выбирать роща ролевых игр то есть надо было мне на самом деле видимо не пешкой санса пойти на европейский сервер выбрать комнату просто пустую выдачи за медвежонка поиграем мы играли и за рысь и за барсуков но в целом других играх а медвежонка мы не играли медвежонок был просто у нас напарником да чё по управлению средняя кнопка мышки чё тебе господи чё так всё поплыло что плюр какой-то такой странненький он как-то превращает картинку в мыло мягко говоря так посмотрите она так почему не поворачивает у нас был вопрос все ли животные здесь игроки или есть нпс вон я вижу кто-то бежит это камень и это камень или кто-то или камень катится кто-то играет за камень это мячик что это такое почему он катится я думал ты куда это камень это мячик это мячик что это такое почему он катится я думал кто-то бегает на счетки нет животных не игроков конечно так типа смотришь по таким углам и видно что это просто растянута как текстура блин так дешевенько конечно это подгрузка дальности хотя я поставил вроде максимальную управление кстати как эмоциями тогда вот меня это очень смущало то что я не мог нормальными эмоциями все стоит следы лап не знаю вертикальность хронизация глубина резкости что непонятно ну ладно игра точка появления животного расширить панель эмоций допустим получать грязь от других где остановился дерево случайное не знаю поворачь радар за камерой допустим парная рабочая радара открывается радар если вы использовали нюх но не нашли животных поблизости давайте подкроем некие никогда не искать курсор никогда не выгружать области мира во время игры сжечь очки в логове north pointer on map тоби ай трекинг что-то косвежный глаз понятно ну и судя по всему высокие громкости нормальные чисто музыки обычная сжечь что-то есть под эти под пункты вот эмоция 1 2 3 4 9 посмотреть некий правый альт выровнять камеру левый альт эмоции переключить скрыть таб сайт интерфейс прописали кивнуть потрасти головой окей так вернуться 1 2 3 непонятно ну точно все понятно что если так быстро нажимать то последние две эмоции только показывать так что такое параметры животного на красы другие игроки не выбран то есть я так понимаю что это надо их еще по открывать или бы того а чем чем тут заниматься то принципе мы тогда находили какие-то скрытые штуки при помощи нашего товарища орла и господи вот так может что за жесть в принципе есть этот только про эксплоринг и добычу каких-то вещей там увидели лировой сервер какой-то был то есть прям вообще типа за животных играют люди ну это не очень понятно о чем игра мягко говоря других живот поблизости нет отлично а вот эти киваю да киваю нет просто из-за того что нет нпс животных я считаю сейчас попал на какой-то пустой сервак без никого без ничего и делать здесь нечего по сути своей без людей а на сервер мы увидели 20 человек вместе то есть по этой огромной на этой огромной территории только 20 животных будет находиться и все они барсуки рыси медведи и птицы если купили там какой-то DLC и в целом это конечно странно оглядываясь назад у меня в первую очередь в свое время первая шелтер прямо захватила за душу потому что она была такой камерной короткой уже еще упался и очень такой личной историей для тебя вот а дальше они начали развиваться больше в какой-то эксплоринг там симуляцию животных и т.д. и т.п. а это уже конечно немножко не то так и чё оп подобрал цветочек направление конечно еще медведям просто лютое надо наверно пойти на сервак где есть люди конечно в целом господин так прыгает так хорошо я могу собирать цветочки что они мне дадут никто не понимает так там было тап что-то делал но тапа мне не делать ни черта так настройки чутье разговор разговор экран пазла что п ой а п п и э.п.м. лучше надо про протестить пью взлет нет он лег спать е.п. во.п. это что-то вот это что-то что-то только это экран пазла животные эмоции окрас на реально пазл кого это здесь собирается а еще он собирается а левая кнопка мыши говорить так она и не говорит он особо неясно блин еще шеврис на есть игра которая тоже дано надо было попробовать мне кажется я в рисом так должна выглядеть весь симулятор всего ты можешь быть там и любым тоже животным каким-то предметом и кажется everything должно так было и выглядеть в целом но надо буду не добраться поиграть она по-моему я тоже куплены в стиме и давным-давно было роздано бесплатно в epi game story добираюсь потихоньку наконец-то таких вещей спустя столько лет но кстати мне тогда казалось что мир генерируется каким-то образом типа перед тобой но по-моему точно такая же локация была когда так поймать стартовая . дерево не до конца понятно ну да это дерево и все больше никаких точек у меня на радаре нет но опять же здесь сделать особо нечего ладно дайте идем на сервер с игроками как а музыка сразу заиграл так раз и делился в логово дать вернемся в логово до знать бы еще что такое логово мягко говоря куда я возвращаюсь и надо брать рысь чтоб никто не обижал здоровую рысь мне кажется на них что-то происходит список лидеров жечь эссенция собирается такая шуток вот этой эссенцией так и коллекция обычные цветы 315 но зачем так чего ты только я хотел бы сервер поменять а не выключить игру ешь крова мне кстати дали очуку за что поиграл 15 минут за барсука но это когда и дали когда я зашел сейчас был в игру что по моему немножко дичь а сейчас дали ачивку за медведя видимо но я не играл 15 минут за медведя эти кстати было 20 человек сейчас стал 16 пока я беру утка ты снежная локация все-таки либо меня заспавнила не двинуто же локация так на единичку у меня что типа привет на двоечку грустняшка на троечку смех все попробуем запомнить это проблема какая-то какая-то жесть нас исполнила на самом видимо севере в дерево машина нажать просто вернуться к дереву и тогда я окажусь рядом с чуваками и куда это я еду впереди какое-то скопление чуваков из-за того что все подгружается очень странное ощущение у меня очень странное ощущение вообще там делают день я их не вижу это же подгрузится конечно управление как бы такое найти код под водой жесть допрыгнут так я слышу голоса кто-то за жабы играет где они привет привет мол на 55-45 с ринковой мышки можно подсвечить других игроков точно согласен 6 волки лосик как они их открыли кроли восстанавливалась какой-то кстати с маскировочной про с краской вопрос в том что-то что-то коротто вопрос том чем они здесь все занимаются просто тусят жесть как он за нажал погнали не знаю есть ощущение что он хочет что-то показать но опять таки не очень ясно лок из dlc козык так открывается понял то есть все таки типа какие-то покупные и животные чей блин чеки играть за лягушек вообще это эмоция тоже какая-то видимо тучки конфетти вот мол просто чтоб ты понимал я в принципе фанат 1 shelter и 2 shelter мне очень понравилось 3 не так вот и павцы было не крутая игра а вот медов для меня пока я совершенно новый экспириенс и я не до конца понимаю что вообще происходит кролик блин я хрен знает чё 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 как это вызывать вообще вот вроде вроде было что-то подобное смотреть некий уровень камеру приключить сказать эмоции честно вообще непонятно четверка это знак вопроса жизнь так . должна быть у всех открыта нажми на тап чтобы открыть открытием от и я нажимаю на тап ни черта не выходит чем беда движение камеру ты видишь что тап но чё-то как-то левый контру прописать отдалить какие-то знаете как будто бы военные когда типа там какой-то спецоперация у них и они типа жестами там что-то показывают вот или там аквалангисты и какие-то секретные знаки вот сокращенные вот такое ощущение как будто не сообщается вот вот таким вот образом а я вообще типа супер далекий от этого человек думаешь не происходит с ума но классно можно крутиться на месте сколько я понимаю здесь есть какие-то скрытые штуки разные которые можно искать находить там коррекционировать видимо это откроет там и лося еще кого-то да что 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 не так сзади курсор вниз экрана там должна быть кнопка счет как-то тоже все доступность жизнь так ну все я мне мама это и шелтер 2 вот как-то не знаю мне кажется игра особо не не пытается показать тебе какие все вещи доступны в целом так кто-то пролетел как филин вот в этом беда так что на 5 непонятно 6 галочка 7x 8 стрелочка вперед непонятно что жесть ходу те игра забаговалась право перезапустить потому что вообще он тебя весь список тоже быть на экране ладно погнали выйти из игры приятно что хотя бы человек какой-то появился в чате который шарится это дает хоть небольшие шансы на то что я разберусь в чем-то просто в марте я заходил уже медову и тогда ко мне сразу пролетел когда на орле и начал меня просто кот вести тоже заспамил эмоциями там типа погнали но я вроде более-менее понял что-то мне хочет мы начали бегать собирать какие-то штуки потом я провалился куда-то куда не смог выйти ну выбраться откуда не смог и вышел просто потому что лютый сумбур непонятный для меня это все вызвалось особенно после типа такого вот сюжетного лампа павс ну и грустно что здесь на самом деле без игроков вообще нет никакой живности ну вроде бы как тоже непонятно 450 часов наиграла расскажи омон чем-то занимался 450 часов она не хочет даже будет завершаться у нее у нее про до 134 ачивки жесть окажется за медведя здесь почти никто не играл своей жизни потому что я получил ачивку то что бегло медведем и она есть только у пяти процентов игроков тогда как за бурсука 47 с половиной так ну вот присоединиться получил ачивку за рысь хотя 15 минут они не сыграл не за одно животное вот 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 так у меня игра встречает есть барсук есть рысь есть маленькая рысь есть медвежонок это понимаете за то что у меня есть shelter shelter 2 и павс shelter 2 game чем не надо сделать чтобы выбрать не их я пытался понять это но ничего не вышло бегаешь другими игроками собираешь всякие штуки открываешь новые шкурки новых зверей т.д просто вамплаем хок каких мало считай она и джорни и все джорни тоже опять таки как и shelter они коротенькие и концентрированные игры а медау и уже как shelter 2 больше происследования мира поэтому я бы сказал что не очень очень отошли от концепции джорни в целом можно начинать со второй части а стоп я могу стоп не понял а если чеборс ученок ёшка ру а это большой курсок дальше понял что было незаметно тысячи малыш да и собственно как бы тут рощу можно поубирать то что собирал список лидеров как обычно не пойми кто на первом месте хищница и все больше не могу ничего выбрать как бы никуда не нажать не не поражать что странно имптиплеер и там и там ламповый без пвп счатает а в этом плане ну да тут согласен хотя конечно в джорни блины мультиплеера так ну типа в общем понимании слова мультиплеер наверное не совсем даже подходит больше там какой-то као као но при этом отчасти асинхронный као то есть не так как и тексту которая недавно вышла где прям все колоб колоб не джорни люблю конечно тут бесспорно а вот медау как-то вообще не хочет мне говорит чё чё она может что печально потому что в теории на может много ладно давайте войдем в мир как рысь джесси накрою мира что сейчас за пропасть такая вот он когда планета внизу так я буду так бесконечно лететь не к счастью не бесконечно но ты так продолжаю нажимать и ничего не не происходит что странно как по мне какой то есть еще один отшельник но все тусуются типа вместе так где даже не наш этот значок будет означать типов в рамках коммуникации на типа вперед по ходу или идем это типа отрицания это типа окей это ощущение понятно что это типа не понимание это мой значок непонимания абсолютно нажимая просто на вся кнопка подряд чтобы понять делаю это не что-то или нет еще на нам на нампаде видимо эти эмоции работают на цифрах также ноль ничего не делает хотя вроде должен ну просто так а нет нельзя я думал мы если спамить и постоянный игрек то будет как этот код из мемаса который под музыку так вот что такое пазл тоже не очень понятно животное окрас что и как вот это наверное должно было на там вызываться но на на нах у меня а 0 это видимо лежать отдыхать так есть еще такие штуки команды упал за издали ачивку эмоции или как особые а это я отключаю их наоборот голоса понятно так какое-то яблоко вода кристаллы а вот этот что уже не идут сюда так снизу кнопки тоже нет но вот получается что кнопкой х и почему-то она вызывается что такое кнопка скрыть интерфейс и понятно а так вот этот включает нюанс интерфейса может быть чуть-чуть кто-то гавкает вот они все уже здесь странная компания достаивал кофе и и олень и жабы остались только гадюки белый волк а келла что у джорни еще типа понятно тоже цель есть у игры добраться до горы у всех и там не в возникает замешательство и чё чё делать будем дальше вот здесь вот мы типа столпились скопились и но она видела здесь задача эссенцию собирать раз там были кит списке лидеров в плане кто собрал больше эссенции тот крутой его такая задача был бы конечно немножко прикольнее себя какая-то симуляция все-таки сам животно что-то что голод какой-то типа на энергию восстановить да по это понятно нет охоты хищников на травоядных вот это все по сути она конечно такая человая но складывается почему то ощущение что игра как бы урезана очень сильно и в целом ее потенциал куда больше чем она может предложить но это по моему скромному мнению так сказать пазл собраны осколки который открывает новые эмоции новые шкурки новых животных а типа заполняется он за что за то что я просто бегаю собираю вещи есть цель собирать все что видишь до осколки откроет всякое цветы и грибы просто эссенции ачивки вот теперь уже более-менее стало ясно но игровой процесс я так понимаю вообще никак не отличается за разных животных планетам кролик ты или рысь без разницы но мой вопрос все еще актуален в плане того каким чертом не за кролика поиграть если у меня доступны только доступны только эти персонажи которые за наличие других игр шелтера куда что штаны хватит штаны хватит я не понимаю я слишком тупой цветочек впереди ну голову не знаю ты же птица ты можешь летать ну ты не только только у птицы видимо игровой процесс отличается от остальных потому что может летать ну ничего себе олень стопы это не олень что они подсвечиваются это видимо тот самый цветочек ну наоборот нравится что если нет голода тогда это чисто социальная ммм адвенчура возможно да возможно если так рассматривать то прикольно что может быть надо ну как-то подготовить себя морально так сказать и ну войти в такой чил режим и вот так запускать медалу просто бегать чилить собирать вещи тогда да я просто сейчас пытаюсь вообще как бы понять что это зачем как поэтому не возникают все эти вопросы ну и плюс если пооткрывать я думаю новые и там эмоции и штуки то тогда будет чуть больше разнообразия и соответственно чуть больше интереса к происходящему текстура лазанье и давай нет не падай прыгай почему он не прыгает там был бы я птицей конечно камера 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 будьте любезны нет не падать шмяк все эссенции так с первым уровнем мол я аж испугался у меня но ну можешь сказать относительно новая приложуха для чата на твиче и она мне как высвечила как высказала о том что у тебя первый уровень по немного по разному передвигаются лягушку скажем плавать быстро и т.д. а ну это кстати прикольно и больше желание понять как бы открыть лягушку но я так понимаю что просто надо пазл собирать ну это возможно типа барсук является дефолтным каким-то хотя блин столько половина игроков имеют очивку ну ладно она имеет упала поэтому не что-то серьезно дерьмо они так а чё с волком стало еще он почернел я почернел мы все почернели мы мы в шоколаде короче по всей видимости будем зале так барсучий дефолт на и взрослый барсука доступен на первый шелтер а все теперь наверное чуточку я с ней и все сначала за маленькая барсучка тогда на но там что-то еще так лимбин up in the world а вы видите ачивку отлично иногда ночью кистима решает не показываться показывать мы на птицами кажется самая сама читерская в том плане что она может спокойно взлететь и добраться куда угодно лол и чё-то чё-то подобрал даже не заметил нас можно включить отображение ников на правой альта так проще из-за игроками ну короче у меня как обычно ничего не работает в этой игре к сожалению где-то было просто типа поставить скрыть ники никто не видит вашу ников стим на его не сможете смотреть допустим сжечь чё так чё так чё так странно это выглядит на весь экран можно смыть себя шоколад шоколад конечно ни в чем не виноват да норм работает она вот и шоколад видимо хотя нет что-то в этот раз и не вымазался я сегодня открою что-то но уже почти кстати все и под кран одновременно по ходу все три открывает истории или машеток много всего насобирал и туда и туда ну ёжик опять что-то подобрал даже не заметил ну конечно же если такой конец мира это немножко печаль так вот мама мои эмоции по этому поводу однозначно есть хотя бы за было все огорожено горами этого не вызывало такой странный диссонанс розовые осколки откроют эмоции синие шкурки зеленого вот это это хорошо ну почему игра об этом не говорит вот 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 у меня вопрос из 5 я что можно типа методом проб и ошибок это все открывать и понимать но если поградовал каких-то подсказки по этому поводу или какие-то правила были расписаны может быть не просто прямым текстом а каким-то ну как как например в шелтер играх когда ты типа девочка это первое действие там или там тебя сбить фрукт с дерева она картинкой показывают и ты немножко начинаешь понимать ну я же грубня проблема скорее совсем что я на всю на все эти игры смотрю с точки зрения человека которому все время очень сильно зашла 1 shelter 1 shelter очень сильно отличается от того что дальше происходит с этими играми вот и возможно поэтому 3 shelter мне вообще не понравилось и не смог не играть хотя она вот вот как они догадались хотя она очень сильный фрок я видел открыл жабку о смотрите вот вот теперь игра со мной разговаривать наконец вы открыли новое животное хотя тут еще и нос какой-то при этом медведя вот этот шелтер очень сильно опять возвращается к корням первой игры но как-то сделано значит странно это же минимум какого-то разговора с игроком чтобы он пытался понять все едят что что едим что это нам дает так это лиса или это волк еще музыка такая ambient пошел так разрубочки периодически расширяет мир с апдейтами к ты собираешь искала кнопка пазов мигает это же шелтер больше 1 1 потому что он как раз как раз самое кукуроши называется особенно финал у меня было большое промежуток как бы игр в shelter и я хоть и купил давно и мидоу и шелтер 2 и пафс вот но поиграл в них только в марте и у меня был очень большой диссонанс поначалу когда шелтер 2 начал играть потому что я ожидал там такого же подхода как и в первый шелтер но типа ты рысь а там концепция больше похоже на то что мы видим миду где ты просто исследуешь мир эти потом можешь заново начинать играть за новое поколение рысь и я я долго ждал подвоха подвох то конечно там есть вот тип там нападение волков но как-то очень легко обходится это нападение волков это нападение волков